Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем наш телекурс о прогнозировании будущего, которое, в принципе, одним словом называется футурология. И сегодня речь у нас пойдет об тех прогнозах, которые были давно сделаны, и их результат можно проверить. То есть прогнозы уже наступившего будущего, которое уже стало настоящим. Вот такие вот дела. Значит, ну, во-первых, хочется два слова сказать о том, что такое футурология. Как понимать футурологию, как понимать прогнозирование будущего. Вообще, обратите внимание, курс наш называется «Прогнозирование будущего». А будущее – это вот и через две минуты это будущее, и через месяц это будущее. А вот футурология занимается прогнозированием более отдаленного будущего. Тот, кто прогнозирует погоду, тот не футуролог. Тот, кто прогнозирует будущее социальное устройство человечества. Тот футуролог вроде бы, да, вот так вот. Но понять, когда кончается простой прогноз, и когда начинается высокая футурология, очень сложно. Через месяц это еще что? Прогноз? А через год? Через сто лет понятно футурологии. Через десять, наверное, тоже. Где эта граница, непонятно. Не понимаю я этого. И никто, наверное, не понимает. Но чисто качественно вы понимаете, да? Есть осуществившиеся прогнозы, которые были сделаны, пророчества обычно это бывает, которые были сделаны после того, как события уже наступили. Очень часто их в политических целях использовали. Вот такое вот время, когда еще очень живы были средневековые предрассудки, пережитки средневековых предрассудков. Это было очень популярно, да? Вот рассказывается, например, вот рассказывают про революционные движения в Ирландии, вернее, про освободительные движения ирландцев против Великобритании, да? И вот там, значит, соответственно, некая система предсказаний, которые уже явно наступили. И в самом конце несколько-несколько предсказаний, которые еще не наступили. Да, вот они отсюда и появятся скоро. Кстати говоря, система такого прогнозирования очень замечательная. Дело в том, что нормальный любой прогноз будущего, футурологический прогноз, он делается с оглядкой на прошлое. То есть продолжается вот эта вот тенденция из прошлого. Предсказать резкий перелом очень тяжело. Практически невозможно. Если вот не знать вот какие-то вот условия для наступления этого перелома, да, вот что точно будет перелом. Кончится нефть, да? Значит, вот наступит перелом. Кончатся возможности по увеличению, значит, быстродействия компьютеров. Прекратятся, да, будет исчерпано. Что, естественно, когда-то ведь наступит, правда? Потому что плотность записи информации, быстродействие компьютеров связана, ну, с размерами элементов на микросхемах, эти размеры не могут быть меньше одного атома, правда? Пока ничего в голову такого не приходит, чтобы размером меньше, чем с атом, и мы могли использовать как какой-то элемент, как ячейку записи информации. Мельче атома не придумать. Ну, так ладно, мы что-то как-то вот от магистральной темы отвлеклись. Хочется рассказать о прогнозах, которые сбылись вообще с очень большой точностью. Дело было в 1775 году. Это было как раз время, когда Соединенные Штаты готовились стать самостоятельным государством, отделившись от Британской империи, выйдя из-под ее власти. И делали всякие прогнозы. Был такой проповедник Болдуин. Он очень был популярный проповедник, не только в религиозном смысле, но и он был политический проповедник. Он проповедовал борьбу за свободу Соединенных Штатов от владычества Британской короны. У них там были свои проблемы. И многие проповедники, кстати говоря, указывали такую вещь. Вот смотрите, говорит, 13 штатов, да, это как 13 сыновей было у кого-то из библейских пророков. То есть все сразу к Библии обращались. Этот метод тупиковый. Вот Болдуин, он, несмотря на то, что был проповедник и религиозный деятель, он прибегнул к математическим вычислениям. Он смоделировал очень сложную вещь. Очень сложную вещь. Он смоделировал изменение численности населения Соединенных Штатов. В то время около трех миллионов проживало в тех штатах, которые мы сейчас называем Соединенными. И он на 200 лет вперед загадал. Он очень скрупулезно, внимательно все рассчитывал. Ну, понимаете, как это можно рассчитать. Сейчас это очень нетрудоемко, относительно нетрудоемко можно сделать с использованием электронных таблиц. Значит, вы учитываете численность населения, вероятность рождения у них детей, изменение полувозрастной структуры, изменение со временем рождаемости. Потому что рождаемость снижается постепенно. И снижается смертность. То есть, вот это надо было как-то экстраполировать вперед. Естественно, Болдуин немножко оглядывался в прошлое. Он знал, как менялась рождаемость и смертность. И он экстраполировал на 200 лет. На год 200-летия США практически. По его предсказаниям, численность населения должна была быть около 200 миллионов. 198 он насчитал. Вот такую вот циферку. Если заглянуть в справочник, то окажется, что в ту пору, на самом деле, в США проживал около 220 миллионов. То есть, человек ошибся примерно на 10%. Он прогнозировал численность населения на долгие два века вперед. И сумел так все точно предсказать. Представляете? Это феноменальный результат количественного прогноза. Ну, вообще-то говоря, предмет нашего курса – это количественные прогнозы. Хотя они самые скучные и неинтересные. Там это формула считать, всякие логарифмы вычислять, суммы, дисперсии. На любителя, одним словом. А вот у него вот все так вот получилось. Еще один был прогнозист, тоже американец, тоже политический деятель. Из первой пятерки американских президентов – Мэдисон. И вот Мэдисон, когда он вышел, так сказать, на покой, закончилась его политическая карьера. Вот, кстати, его портрет. Он стал размышлять о будущем Соединенных Штатов. В ту пору существовал замечательный, как бы сказать-то, фактор в развитии Соединенных Штатов. Не освоенные территории, которые лежали к востоку, простите, к западу от границ Соединенных Штатов. Тех 13, которые были. Граница. Фронтир. Вот это вот слово фронтир, вот это вот, как сказать, философская категория, я бы даже сказал, фронтира, она в истории Соединенных Штатов, в их культурном менталитете, в их искусстве, литературе очень важное значение имеет. Потому что всегда человек мог, если уж не актуально так вот все бросить и уехать за фронтир, осваивать свободные земли, то хотя бы потенциально. Но вот потерплю еще немножко, а в крайнем случае уеду туда, возьму там землю, сколько хочу. Потому что уехав за фронтир, в принципе говоря, можно было с нуля практически заняться бизнесом. Земля, пожалуйста, занимайся сельским хозяйством. В любом сарайчике, сделанном из горбыля, можно открыть лавочку, практически с нулевым начальным капиталом. Вот, пожалуйста, переселяйтесь, живите, развивайтесь счастливо. Любое количество иммигрантов, которые приезжали из Европы, могли пойти на освоение тех земель, уйти, буквально уйти, буквально пойти, да, понимаете? Очень хорошо, это называется экстенсивный путь развития. Не надо ни о чем думать, ни о какой интенсификации, ни о каком увеличении производительности труда, эффективности использования материальных ресурсов. Все под рукой, все время. Но Мэдисон вот отметил важную роль фронтира. А что будет в будущем? Ведь американцы будут продвигаться на запад, пока не достигнут Тихого океана. Потом вся эта территория станет плотно, относительно плотно заселена. И вот этих вот возможностей с нуля заняться новым бизнесом уже не будет. Когда-то это наступит. Он прикинул, а дело было в 1828 году, и он так более или менее округленно назвал дату. Через 100 лет. Он сказал так, через 100 лет вот эти вот возможности экстенсивного развития Соединенных Штатов будут окончательно исчерпаны. И экономика Соединенных Штатов, и народ Соединенных Штатов столкнутся с очень серьезной проблемой, экономическим кризисом. Потому что некий такой тупик в развитии. Нужно будет искать обходные пути этого тупика. И надо сказать, что Мэдисон как в воду, как говорится, глядел. Он не ошибся практически ни на один год. Стопроцентное попадание. К 1828 году действительно вся континентальная территория Соединенных Штатов была уже освоена. Вовлечена, как говорится, в хозяйственный оборот. Везде были города, дороги, паровозы шумели от океана до океана. И фронтир. Американец не может без фронтира, без новых неосвоенных земель. Он перешел, как бы сказать, в экономическую область. Новая появилась тогда для всех привлекательная сфера, приложение такого вот авантюрного, так сказать, пионерского движения. Пионеры, тот, кто пришел первый на новую землю. Это развитие биржевой торговли. Стал раздуваться биржевой пузырь. Очень здорово торговать на бирже, если постоянно растет стоимость активов, которые на бирже обращаются. Вы покупаете активы, немножечко прошло времени, вы разбогатели, вы стали богаче, богаче, богаче. Это кажущееся богатство, потому что реального никакого богатства под этим нет. Вы купили что-то, а это что-то подорожало только на рынке. Рыночная стоимость его изменилась. Если в какой-то момент все захотят эту рыночную стоимость получить, так называть, ликвидировать, ликвидность, то стопроцентной ликвидности быть не может. И вот в 1928 году биржа рухнула. Сбылось то, что было речено через пророка. Это было что-то ужасное. До сих пор американцы, так сказать, переживают это событие, переосмысливают его в своих литературных произведениях, в кинофильмах. Люди, до этого спокойно кормившие свою семью, бывшие зажиточными, превращались в бедняков, без средств существования. Это было что-то ужасное. Нужно сказать, что эта Великая депрессия не только Америки коснулась, но и коснулась всего, скажем так, западного мира. И выход из нее мировой экономики по-настоящему завершился только после окончания Второй мировой войны. Вот какое событие, с какими далеко идущими последствиями предсказал Мэдисон. Ну, вот, а что раньше вы не послушали, это вот такой вопрос? Вы знаете, очень хороший и правильный вопрос. Незаметно такого рода предсказаний. Во-первых, мы не знаем, как их выделить, правильно или неправильно. Ну, как вот выделишь заранее, пока оно не наступило. А во-вторых, очень сложно выделить из общего фона. Кто-нибудь что-нибудь правильно, случайно угадает. Представляете, да? Вот представьте себе, что поручили населению Китайской Народной Республики предсказать какую-нибудь дату. И вот там, в Китае, почти полтора миллиарда человек. Каждый назовет какую-нибудь дату с точностью до минуты. И кто-нибудь да угадает что-нибудь, правда? Вот. Ну, это чисто случайно произойдет, правда? Не потому, что именно тот предсказатель оказался прав. Просто их было очень много. Ну, вот с Мэдисоном тут есть некий такой научный подоплека. Вообще, те предсказания, которые публикуются в журналах, газетах и на телевидении для общего использования, это какой-то отдельный товар, отдельный интеллектуальный продукт. А есть же заказчики конкретные, банковские аналитики, да, они работают на свой банк, политические аналитики, которые работают на свое правительство, на свою партию политическую. Они предсказывают те или иные изменения. Да, вот, Академия наук могут поручить спрогнозировать правильно будущее, да, что нужно сделать, чтобы построить коммунизм. Такая была задача в конце 50-х годов, поставлена перед Академией наук СССР. И Академия наук с ней успешно справилась, кстати говоря, с этой задачей. Я вам сейчас расскажу, чем все кончилось. Дело было, значит, перед историческим, как тогда называли, да, наверное, и до сих пор можно называть, 22-м съездом КПСС. На этом съезде была, партия приняла очередную программу партии. И в этой программе, это было называлось так, программа развернутого строительства коммунизма. Переход к такой хорошей материально достаточной жизни, о которой мы, собственно говоря, мечтали, читая работы Карла Маркса, то, к чему мы стремились, да, когда мы строили социализм. Ведь что такое коммунизм? Это общество, где всем всего хватает. В стране тотального дефицита многих товаров это очень была привлекательная идея. Что нужно сделать? Спросила партия у науки. Ну и наука этим делом занялась. Оказывается, для того, чтобы наша страна хорошо развивалась экономически, нужно изобилие энергии. А где его возьмешь? Что, добывать уголь? Помню еще у Энгельса была такая фраза. Плох тот социализм, который увековечивает профессиональных, так сказать, тачечников. Труд шахтера, конечно, механизирован. Но это тяжелый, опасный труд, и физически тяжелый труд причем. И что же, мы будем, вся страна полезет в шахту добывать уголь, иначе мы просто не справимся. Тем более в нашем климате нам нужно тем более много энергии. Строить в этом плане социализм в Бразилии не так энергозатратно. Ну, социализм просто развитое общество с хорошим, скажем так, материальным достатком. Переформулируем на такой современный. ЛАТ, неполитизированный. Как быть? И вот легенда такая есть, не знаю, правда это или нет. Пришел с отчетом директор Института экономики Академии наук, к тогдашнему президенту Академии наук СССР Келдышу. Такой известный, уважаемый ученый. Математик, кстати говоря, прикладник. Он много сделал и в атомном проекте, и в области аэродинамики. Все везде математика. И вот сидят они поздным вечером в президиуме Академии наук, в этом здании, в кабинете Келдыша. Получается, что построить социализм-то не получается, нет энергии. Думали они, думали. И, как говорит легенда, взяли этот отчет и сожгли в нескучном саду, нескучный сад, это тот, так сказать, парк, в котором находился в ту пору здание президиума находился, Академия наук. И сожгли его на костре ночью. Ну, это, конечно, невозможная вещь. Наверняка это был учтенный экземпляр, его нужно было сдавать в первый отдел. Но они решили его принципиально переделать. Мы обеспечим энергетическое изобилие. Вот сколько я себя помню, кстати говоря, предсказывается, что лет через 20 закончится газ первым делом. И сейчас тоже примерно предсказывают. Лет на 20 хватит запасов газа для того, чтобы обеспечивать мировую энергетику. Ну, вот, говорит, так вот, на 20 лет-то газа хватит. Ну, там, глядишь, еще разведывают месторождение. И вот мы сейчас сделаем газовую паузу. И интенсивно будем использовать газ, сжигать. Топливо хорошее, как сейчас говорят, экологически чистое, без вредных выбросов, ни тебе пыли. Добывать его, ну, никакого сравнения нет с угледобычей. Гораздо проще, чище, дешевле. А за 20 лет наша наука должна решить проблему управляемого термоядерного синтеза. И вот это, вот, вы можете проверить, было на тот момент записано в программе партии. То есть, вопрос исследований в области термоядерного синтеза – это программное положение партии КПСС. Ну, так уж получилось, не повезло. Не повезло человечеству, управляемый термоядерный синтез освоен не был ни к 80-му году, то есть, через 20 лет после 22-го съезда. И еще 30 лет прошло. И уже как-то так исследования в этом направлении, ну, ведутся, ну, так, чтобы не прекращать, чтобы их, ну, просто чтобы вот, чтобы какие-то исследования велись. А вдруг откроем что-нибудь. Но надежды большой нет. Нам, честно говоря, очень сильно повезло, когда удалось освоить мирное использование энергии ядерного деления, деления урана, плутония. Дело в том, что при делении ядра, кроме мгновенных нейтронов, есть еще такие, так называемые, запаздывающие нейтроны. Если бы этого не было, этих нейтронов, то построить ядерный реактор не удалось бы. Только атомную бомбу, пожалуйста. Взрывай, уничтожай себе подобных, не более того. А вот с термоядерной энергией слишком большая мощность. Все расплавится и испарится, даже если вы зажжете термоядерную плазму. А, кстати говоря, мы ведь все живем за счет термоядерной энергии. Простите, на Солнце-то идут термоядерные реакции. Но это так, как говорится, в сторону. Вот такой вот прогноз был. Да, кстати, был один очень замечательный прогнозист наш, наш соотечественник Дмитрий Иванович Меделеев. Большого ума человек. Он был очень разносторонний. Он в экономике очень много понимал. Так уж получилось, что на каком-то этапе своей жизни ему пришлось оставить свою преподавательскую карьеру. Нельзя было такого человека допускать до юношества. У него был бракоразводный процесс, а тогда с морально-нравственным обликом было очень строго в нашей стране. Да еще потом он сумел, сумел таки не совсем законно оформить свои отношения с новой молодой женой. Ну, в общем, вот так вот. И он занимался, ну, чем заниматься? Только наукой. Плюс всякими заданиями выполнял отдельные поручения. Как развивать нефтяную промышленность, например. Да он съездит в Америку, в Пенсильванию, изучит, как там, пенсильванский опыт. Вернется в Россию и, значит, предложит советы для, так сказать, Баку, для развития бакинской нефтяной промышленности. Был совершенно замечательный случай с ним, не могу не рассказать. Он ведь у нас не только создал таблицу Менделеева, он родоначальник целого направления в разведывательной деятельности. Появился порох бездымный, очень важное изобретение, которое, ну, как вам сказать, революционизировало, революционизировало военное дело. Потому что при стрельбе обычным порохом, ну, вот после выстрела пушка закрывает перед собой весь обзор облаком дыма. Корабль, представляете, дал зал по орудии главного калибра и превратился в облако дыма. Сам он ничего не видит, а его это облако видит. И если у кого-то есть бездымный порох, он его будет, значит, расстрелять спокойно и все. Как делать, никто не знает. Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович, выручай. Дмитрий Иванович купил справочник, статистический ежегодник французских железных дорог. В ту пору бездымный порох делала Великобритания и Франция. Знали, где делают, город, где находился завод бездымного пороха. Он посмотрел, что в этом справочнике была информация о том, какие грузы с какой станции, на какую прибывают, в каком количестве. И посмотрел, что на ту станцию прибывает, где производят порох. Ну, что там, шляпки дамские, вычеркиваем. Бордосские вины, вычеркиваем. Ага. Хлопок. Так, в таком-то количестве, подчеркиваем. Азотная кислота, ага, в таком-то количестве, подчеркиваем. Серная кислота, в таком-то количестве. Вот вам пропорция, да, понимаете, пропорция для производства бездымного пороха. И так он эту тайну, скажем так, военную узнал без всякой агентуры, понимаете, без всяких там, так сказать, силовых приемов. Это называется разведка по открытым материалам. Вот он, основатель вот этой вот разведки. Сейчас такие данные уже не публикуются, потому что по ним можно, так сказать, косвенно установить очень многие секретные вещи. Так вот, он взялся предсказать, что будет с народонаселением России в будущем. Он очень, скажем так, родел о развитии народонаселения и производства. Например, он выступал за массовое производство спирта в стране. Вместо экспорта зерна он предлагал экспортировать спирт. Потому что, говорит, производя спирт из зерна, мы азотистые основания оставляем у себя. Вот эта вот, как это называется, борда, то, что остается после производства зерна из зерна спирта, она же остается у нас. Она пойдет либо на корм скоту, либо сразу на удобрение. И останется в почве, азот. Мы не будем экспортировать плодородие, вывозить его. А будем оставлять у себя. Вот так вот Дмитрий Иванович очень входил в комиссию по тарифам, это называется, и очень настоятельно рекомендовал снижать акцизы для мелких производителей спирта. То есть, чтобы в каждой деревне был свой маленький винокуренный заводик, а борда оставалась бы на удобрении. Вот так вот. Так вот, он, значит, решил спрогнозировать численность населения в России в будущем. На 100 лет вперед. Не как Болдуин на 200, а на 100 лет. Он, естественно, имел представление о численности населения на тот момент, о смертности, о рождаемости. И прогнозировал их изменения. Изменения рождаемости, смертности на будущее. Нужно сказать, что в ту пору рождаемость в нашей стране была очень высокая, как и смертность. Он спрогнозировал, но ошибся кардинальным образом. Например, по его расчетам получалось, что население России окажется больше населения, так сказать, Китая. Правда, населения Китая было бы меньше, чем на самом деле сейчас оно. Но главное, что Россия превзошла бы почистить население все страны мира. Чего не получилось. Почему? В чем ошибка? Вот где-то на этом интервале 100-летнем произошли события, которые кардинальным образом изменили ситуацию в стране. Ну, вы сами можете себе это дело предложить. Это советская власть, значит, Великая Отечественная война, Гражданская война. На самом деле, вот такими вот катастрофическими событиями, как войны, все не исчерпывается. Дело в том, что шел естественный процесс, который Дмитрий Иванович не учел. Шел процесс разрушения, так сказать, сельской общины. Если до этого фактически община заботилась о всех своих членах, о всех членах своего общества сельского, да, так и называлось общество или мир. А теперь этого уже не было, не случилось. Вот такая вот ошибка, вот не повезло ему. Хотя он, понятное дело, что как математик, наверняка он проповедника Болдуина превосходил. Блеох, наш соотечественник, такая вот странная фамилия, он сам выходец из, так сказать, царства Польского. Царство Польское – это был тогда и фрагмент Российской империи. Был финансовый деятель, технократ, как сейчас бы сказали. И он написал очень хорошую книгу. Потом утверждали, что эту книгу для него писал российский генеральный штаб. Так хороша книга оказалась, в смысле предсказания будущего характера войны, так сказать, Первой мировой. Все так и реализовалось в этой Первой мировой войне, как он и предполагал. Удачное решение. Обычно военные готовятся, как всегда говорят, военные готовятся к прошедшей войне. Ну и действительно, военные перед Первой мировой войной готовились к прошедшим войнам. То есть они не видели того, что должно случиться. Только Блеох видел. Видимо, все-таки не писал для него генеральный штаб. Это его была работа. Он увидел все, что случилось в Первой мировой войне. То, что развитие, повышение скорострельности, артиллерии, появление пулеметов приведет к невозможности маневренной войны. Единственное, что он не предсказал, появление, так сказать, танков. Но танки надо было придумать, изобрести. Война станет позиционной, малоподвижной. Такой и случилась Первая мировая война. Вот Блеох все очень правильно предсказал. Надо же, какой человек. Замечательные предсказатели, писатели-фантасты. Классик этого жанра – это Герберт Уэллс. Его совершившиеся предсказания. Вы можете назвать и вспомнить очень много фантастов, которые наши современники или совсем недавно, еще несколько десятилетий тому назад писали. Но время проверять их предсказания еще по-настоящему не наступило. А вот у Герберта Уэллса наступило. И вы знаете, у него, скажем так, очень хороший результат. На одно правильное предсказание приходится одно неправильное предсказание. И причем предсказывал очень точно даже иногда даты. Ну вот, например, он предсказал, что человечество освоит ядерную энергию. Он не знал, как. Понимаете, ему нужно было придумать, как. Но он этого не придумал. Понятно, что была тогда энергия радиоактивности. У него есть произведение, в котором вот эти предсказания он и делает. «Освобожденный мир» называется, повесть. Он делает, ну, прям классиков футурологии. Он начинает рассматривать историю прогресса человечества, ну вот, от каменного века буквально. О том, как совершенствуется орудие труда. И подходит к нашим дням. Он рассказывает, какие новые открытия совершились. Вот за последние сто лет к тому моменту, да, сто лет, это стык 19-20 веков, значит, век пара сменился веком электричества. Век пара позволил так развить систему транспорта, что, значит, потребление стало глобальным, да, и, так сказать, бананы где-то там в северных странах уже стали потреблять к тому времени, перевозки большие. И, действительно, экономика была тогда очень глобализована, вот, между прочим, степень ее глобальности, то есть степень взаимозависимости одних стран от других, такого же уровня, как была перед Первой мировой войной, и, соответственно, Первая мировая война это состояние разрушила, она вернулась к нам только много позже, где-то уже после 70-80-х годов 20-го века, имейте в виду. До этого экономика была несколько более замкнута, отдельной экономикой национальной. Вот степень глобальности в ту пору была выше перед Первой мировой войной, хотя, конечно, экономика в целом была, конечно, гораздо слабее, чем та, что была, скажем, в середине 20-го века. Но более глобализованной, глобализированной, не знаю, как правильно склонять это слово. Ну, так вот, естественно, он подходит к новым изобретениям, да, век электричества уже наступил, что будет дальше? Век радиоактивных превращений. Вот она, одна унция урана, что-то там около 30-ти граммов, когда он весь распадется, он распадается миллиарды лет, этот уран, он выделит огромную энергию. Нужно как-то его быстрее заставить распадаться, этот уран, да? И вот, когда он не понимал, что надо делить ядро урана, потому что тогда деления ядер урана еще открыто не было, никто ничего не знал про синтез. Но он, тем не менее, написал вот этот дальше роман. Действие развивается уже в 1933 году. В 1933 году некий ученый, наконец, нашел способ заставить уран выделять энергию гораздо быстрее, чем при обычном стандартном радиоактивном распаде. Период полураспада стал не миллиард лет урана, а меньше. Как это, непонятно. Появились двигатели везде, атомные. Вот дальше уже, чем дальше, тем ошибочнее, да? Появились атомные двигатели, автомобили с атомными двигателями, самолеты с атомными двигателями, дирижабли с атомными двигателями. Наконец, атомные бомбы какие-то странные. Причем, значит, бомба вот не просто только взрывалась, взрывалась фиолетовым светящимся облаком. А на счет упала бомба, взрывалась и стала продолжать очень быстро-быстро излучать, да? Потому что непрерывный распад идет, да, ядер урана. Так вот у него его бомбы. И, кстати говоря, он предсказал даже название одного элемента, который был не открыт тому пору. Возможно, что его поклонники просто так назвали, так сказать, Калифорния, говоря по-нашему, да? Там он был по латыни назван. Действительно, есть такой элемент, с которого, кстати, можно делать при большом желании маленькие атомные бомбы. Вот такой вот искусственный элемент. Вот он даже название предсказал. Ну, про даже название, это мы вычеркиваем, название могли списать у Жюля Верна. Даже как, например, списали у фантастов 60-х годов название коммуникатора, и даже дизайн коммуникатора, вот эта такая раскладывающаяся крышечка, это у фантастов середины 20-го века, про будущее, про средства связи. Это все оттуда заимствовано. И слово, и даже дизайн у них взят. Вот так вот. Герберт Уэллс предсказал незадолго до войны, все войны он предсказывал, и Первую, и Вторую мировую войну. Правда, с характером Второй войны он немножко, к счастью, ошибся. Второй мировой войны, он в его романе, который был экранизирован, кстати говоря, война продолжалась и продолжалась без конца. Все новые и новые средства истребления, бактериологическое оружие. Пока, наконец, человечество не стало воевать уже, простите, саблями, пиками, потому что все ресурсы были окончательно истощены, а война так и не прекращалась. Но, к счастью, этот прогноз его тоже не сбылся. Война все-таки окончилась в нужный момент, в 45-м году. Он тоже, кстати, эту дату называл. 40-й, 45-й год. У Уэллс это был основной этап, самый горячий этап будущей Второй мировой, как мы сейчас называем этой самой войны. Вот как Герберт Уэллс хорошо все предсказал. Классик, классик жанра, но очень фантастического. Но у него были ошибочные прогнозы. В ту пору наука не только занималась радиацией, но и биологией. И в ту пору была очень популярна идея, что человек это звено в эволюционной цепи развития. Это такое же животное, в принципе. Ну, посмотрите, у коровы есть печень, и у нас есть печень, у коровы желудок, и у нас желудок только другой. Мы, как коровы, у коров можем, так сказать, вывести породу, которая нас устраивает, да, вот по каким-то параметрам. Так и людей можно также выводить породы. И, кстати говоря, это он повторял слова ученых. Вопрос политический, стоит выводить породы людей или не стоит выводить породы людей. Ну, как вам сказать, ученые, вполне серьезные, которые потом получали Нобелевские премии, я не хочу называть их фамилии, боюсь, что это дискредитирует их просто, они предлагали, предлагали, причем товарищу Сталину, потому что у нас, соответственно, режим-то, как называется, тоталитарное общество, авторитарный режим в тоталитарном обществе, предлагали ему заняться выведением пород настоящих строителей будущего социализма, коммунизма, мировой революции с помощью вот управляемого скрещивания. Не всех мужчин допускать до скрещивания, а только вот тех, кого положено. Но вот их грамотное такое письмо, которое подводило черту под большой научной работой, которая велась в Советском Союзе этими иностранными учеными, значит, при финансовой поддержке, как говорят, советского правительства, на него Сталин ничего не ответил. Вот такой есть факт. Он его с ним познакомился, но ничего не ответил. Ни да, ни нет. Тоталитарный режим отказался использовать эту идею. Хотя эта идея была очень популярна у фантастов, не только у Герберта Уэллса, но не прижилась ни на Западе, ни у нас. То есть уровень тоталитарности общества, который бы заставил людей в их размножении, руководствоваться указаниями сверху, он достигнут, к счастью, на Земле так и не был. Все самые страшные тоталитарные режимы были не такими уж ужасными. Вот симпатичный футуролог. Классики литературные, которые пишут о футурологии, отказываются считать его футурологом. Ну, как-то так им... Это Карл Маркс. Это вот молодой Карл Маркс. Вот он чуть-чуть постарше. Видите, такой вот умный-умный взгляд молодого Карла Маркса. В принципе говоря, Карл Маркс был классическим футурологом. Ну, уж никак не меньше он был футуролог, чем Герберт Уэллс. Вот такой он был человек. Дело в том, что он такой же бросил ретроспективный взгляд на историю человечества. И у него была такая продуктивная очень модель. Модель смены экономических формаций. Правильная она или неправильная, но в ряде случаев она под факты очень хорошо подходила. По крайней мере в Европе. Помните, рабовладельческий, строй. Мы в школе это учили. Феодальный, строй. Дальше идет капитализм. А у капитализма есть проблема. Проблема, которая совершенно очевидна. Если капиталист охватил все население своим капитализмом, работают рабочие на него. Продают ему, как говорил Карл Маркс, в духе марксистской политической экономии, я вот рассказываю. Продают ему свою рабочую силу. Капиталист им платит за эту рабочую силу ровно столько, сколько необходимо для ее воспроизводства. Чтобы человек отдохнул, оделся, обулся, поел и воспроизвел себя, как биологическое существо. То есть, чтобы дети у него появились. Которые его потом заменят у станка, или у компьютера, или у окошка сберкассы. Вот в этих всех местах. Банка, наверное, лучше говорить, не сберкассы. Вот так. Значит, что происходит? Вот он капиталист всех охватил. Вот он заплатил сколько-то своим наемным рабам, как мы, марксисты, говорили. А прибыль куда он денет? В каком виде он ее в себе сможет использовать? Если это потребительские товары, ну, сколько, простите, капиталисту нужно? Если это инвестиционный товар, ну, то есть, кирпич, чтобы построить цеха, станки, чтобы, значит, развернуть новое производство, кому это производство нужно? Если удовлетворил уже спрос покупателя. А покупатель – это его рабочий. Как это реализовать? Ну, действительно, весь XIX век прошел в цепочках кризисов перепроизводства. Выход из этих кризисов политическая верхушка западная искала в том, что искала новые рынки сбыта. Кому продать? Кого заставить эксклюзивно покупать только британский, только французский, только русский товар? Да, вот, чтобы вот не было, перепроизводство, чтобы экономика спокойно развивалась, было куда продавать. рано или поздно мир-то весь будет освоен, глобализирован, глобализован. Что говорит? В этом плане Карл Марс прав. Что тогда произойдет? А он тогда говорит, ну, тогда придется капиталисту расстаться с этой своей прибылью. Капиталист – он экспроприатор, он экспроприирует рабочего, и вот тогда наступит момент, будет бить час, смертный час частной собственности, капиталиста экспроприирует, экспроприирует экспроприатора. Вот такая вот была комбинация выражений. Ну, отсюда дальше делаются выводы, а выводы оказались не совсем правильными. Выводы делаются такие, что чем можно это заменить? Только организованным каким-то вот процессом производства и потребления, нормирования, социализм, социализм, контроль и учет, да, вот его суть, как Ленин сформулировал. Вот этим должно замениться. Но оказалось, несмотря на то, что социализм, в общем-то, в целом мире так и не состоялся, а в некоторых местах, я имею в виду Советский Союз, он дал задний ход, возврат к капитализму случился, но, тем не менее, в развитых кап-странах вот происходит на наших глазах фактическая экспроприация экспроприатов. Что делает капиталист, чтобы продать товар, который для него произвели работники его, наемные, он продает его в долг со скидкой. С тех пор изменилась очень важная ситуация. Это то, чего не знал Карл Маркс. Вот в этом коренится его принципиальная ошибка. Он не знал сущности современных денег. Современные деньги это не материальная субстанция. если раньше в качестве денег должен был использоваться какой-нибудь товар. Очень хорош в этом отношении было бы золото. Когда-то даже скот использовался. Но скот деньги не очень неудобные, кормить надо. Золото кормить не нужно. Лежит, оно и лежит в надежном месте. И бумажные деньги тоже кормить не нужно. Так вот, у бумажных денег даже преимущество есть. Если кто-то, например, сделал свою работу, получает за это золото, золотую монетку. А потом золотую монетку что-то покупает. Ну, я не знаю, что, колбасу, картошку, компьютер. Так получается, что лишняя работа сделана. Он сделал свою работу, кто-то произвел для него компьютер, а кто-то, чтобы эта сделка совершилась, должен добыть еще золото. Работа ненужная. Давайте без золота обойдемся. И вот сейчас экономика в плане денег обходится без золота. Золото лишилось окончательно своей вот этой денежной сущности. Вот этого Карл Маркс не мог себе представить. И теперь можно за эти бумажные деньги отдавать в долг, в кредит товар. Деньги бумажные имеют такое замечательное свойство, они постоянно обесцениваются более или менее быстро, более или менее медленно. И таким образом, если вы покупаете на что-то на длительный период, десятилетиями измеряющийся, а так покупает объекты недвижимости, например, то, пожалуйста, фактически вы экспроприируете капиталиста, который получил эти фантики от банка. Ну, это вот современная система, финансовая которую Карл Маркс предсказать не смог. Вот такая вот история, товарищи, с бывшимися пророчествами. Как видите, я вот предсказаниями футурологов Карла Маркса приберег наконец, и самое сильное его пророчество выдвинуло, что как будто оно реализовалось. Ну, в общем, оно действительно реализовалось. Не совсем так, как предполагал он. Это часто бывает, между прочим, что реализуется все так, да немножко не так. В следующий раз у нас будет много математики, но вы все равно приходите, я постараюсь вас чем-нибудь позабавить. Всего доброго, до свидания, всех благ. Так.